Привет, с вами Сойер и сегодня не совсем обычный выпуск. Обычно я разговариваю с вами про программирование, про IT, а сегодня хочу поговорить про другие YouTube-каналы. Нет, конечно, речь пойдет о IT-шных русскоязычных каналах, но в конце 2020 года я решил подвести небольшие итоги года и рассказать о том вкладе, который, на мой взгляд, сделали мои коллеги-ютуберы в наше общее ютуберское дело. Мне кажется, что нужно отметить многих ребят, их достижения, и я решил сделать это в слегка шуточной форме награждения. У меня будет несколько номинаций, и в каждой номинации свой победитель. Я надеюсь, никого это не обидит, и если кто-то увидит в этом что-то неправильное, то всегда поправьте меня в комментариях. Кстати, я не просмотрел абсолютно все ролики и абсолютно все каналы на YouTube, поэтому то, что я буду говорить, это мое личное локальное мнение. Я не могу претендовать на абсолютную объективность. И второе. Многие из тех каналов, которые я назову, вы уже знаете, и знаете хорошо. Я смогу лишь дополнить своим личным отношением к этим каналам и так имеющуюся у вас информацию. Но все-таки YouTube большой, каналы возникают постоянно, и поэтому у нас у сообщества IT-ютуберс есть специальный хэш. IT-ютуберс.ру, на который вы можете спокойно вешать свои видео, и поверьте мне, я еженедельно, ежедневно даже просматриваю эти ролики, которые висят на этом хэштеге. И если встречаю что-то полезное, то публикую себя в сообществе. Поэтому даже если вы не член нашего сообщества, вы можете пользоваться этим тегом, если вы IT-шный ютубер и хотите немножко продвинуть свои видео. Ну а теперь к номинациям. Первая номинация это открытие года. Для меня в этом году абсолютным победителем в этой номинации является канал Анигири. Его ведет Артем, и реально ролики с этого канала очень захватывают. Там ролики не очень длинные, 15-20 минут, но они очень информативные и очень динамичные. Тематика Артема это Data Science, 3D-моделирование, математика, программирование. Ну то есть все то, что я очень люблю. Он делает различные симуляции, строит различные предположения. В общем это исследовательский контент, и можно сказать, что каждый ролик это видеоотчет о проделанной работе. И получается очень интересно, причем Артем делится исходными кодами на GitHub, и их можно посмотреть и пощупать руками. Поэтому однозначно в этой номинации, как один из самых быстро растущих каналов на отечественном ютубе, является канал Анигири. Вторым мне хотелось бы отметить еще один канал в рубрике популяризаторы года. Все дело в том, что 11 серий ролика про Google Динозаврика, это наверное топ всех моих сериалов, которые я смотрел в этом году. Я с удовольствием посмотрел все 11 серий этого сезона. Я переживал об этому маленькому, но очень юркому герою. Я смотрел, как он становился все лучше и лучше, быстрее и быстрее. Как он помогал зарабатывать своему создателю деньги. И конечно же я говорю сейчас о канале Хао Ди Хо. Кто как бы не относился к контенту развлекательному, он все-таки имеет право на жизнь. Я хочу сказать, что Хао Ди Хо делает очень важную вещь, он продвигает и распространяет идеи IT, идеи программирования среди молодежи. Все-таки популяризация программирования, казалось бы, которая сегодня не особо нужна, потому что все и так знают, что это такое, она важна. Потому что все-таки подпитывать людей позитивными эмоциями и давать им такое альтернативное видение IT и программирования, развлекательное, но тем не менее не совсем бесполезное, это важно. Меня часто спрашивают о моем мнении об этом канале. Отвечаю, Хао Ди Хо мне очень нравится и как человек, и как ютубер. Поэтому Хао Ди Хо популяризатор года. Идем дальше. Такая рубрика, которую я назвал «Дата Сайенс к нам приходит». Игнорировать эту тенденцию сегодня уже нельзя, каналов много, но мне хотелось бы отметить канал, который мне кажется очень таким точным, именно с позиции «Дата Сайенс», точный, выверенный и правильный канал. Это «Миракл Сикс». Ведет его девушка, которая очень интересно рассказывает про то, как можно войти в мир «Дата Сайенс». Причем не просто какая-то вода о том, что, мол, сходите туда, возьмите то. Нет, она дает достаточно конкретные роудмэпы, когда по шагам можно воспроизвести, какие темы и в каком порядке учить. И даже без курсов можно с ними разобраться. Поэтому «Миракл Сикс» мне понравился очень-очень таким многообещающим каналом. И поэтому я его поместил в рубрику «Дата Сайенс к нам приходит». Канал пока молодой, развивается. Я думаю, у него еще все впереди. Хочется поговорить немного о грустном. Я придумал такую рубрику, которую назвал «Не шмагла». И в ней, в ней, в этой рубрике два канала. Синьер софтовой влогер и ваш покорный слуга Сойер. Все дело в том, что в прошлом году и Дима, и я показывали хороший рост. Мы были активны, продуктивны и, наверное, веселы. Но в этом году что-то пошло не так. И набор зрителей, набор оборотов каналов спал. Поэтому мы не достигли 100 тысяч подписчиков. Хотя по динамике прошлого года это вполне было реально. Ну и, собственно, поэтому мы попали в рубрику «Не шмагла». Надеюсь, что в следующем году я и Дима мобилизуем свои усилия. И рубеж 100 тысяч будет пройден. Мы получим наши заветные галочки рядом с названиями канала. И серебряные кнопки, о которых обязательно снимем свои ролики. Скажем, ну, смотрите, мы же вам обещали. И еще одна грустная рубрика – это «Молчуны года». Еще одни ребята, которые в прошлом году просто рвали YouTube своими интересными взрывными роликами, которые иногда были очень обличительными. Но, тем не менее, в этом году что-то их заставило замолчать. Я думаю, они просто ждут. Ждут следующего года, чтобы убедить нас в том, что все еще остры, веселы и мудры. И я говорю про канал «Экстрим Коуд». Ребята, в этом году вы снимаете крайне мало. Давайте-ка в следующем году это исправлять. И чтобы не заканчивать на грустной ноте, последний канал, который мне кажется очень крутым и который побеждает в номинации «Интервью года» – это канал «АйТи Борода». Да, неожиданности не произошло. Но согласитесь, «АйТи Борода» – это один из немногих ютуберов, которые делают коммерчески годный контент. То есть его можно и не стыдно пускать в широкие массы. Он сделан с правильным светом, с хорошим звуком, с интересными гостями, с замечательными вопросами. Я с удовольствием смотрю эти ролики. От всей души желаю этому каналу развития. И еще раз хочу отметить, что в этом году было много разных ютуберов, которые внесли свой вклад в развитие «АйТи Ютуба». Но вот те каналы, которые я сейчас перечислил, на мой взгляд, это те каналы, которые особо старались и продвигали айтишный ютуб вперед. Возможно, у вас другое мнение, напишите о нем в комментариях. Я всегда буду рад услышать конструктивную и полезную критику. И да, я практически не касался каналов новичков, но к ним еще надо присмотреться, их еще надо узнать. Ну а на этом всего. Спасибо, что слушали. До свидания.